Сразу на 17 пунктов поднялась Самарская область в национальном инвестиционном рейтинге. Такие данные были опубликованы на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Прогресс очевиден, но по абсолютным показателям это всего лишь с 65-го места на 48-е. Есть к чему стремиться. Потенциал региона таков, что мы вполне можем рассчитывать на лидирующие позиции. Такую задачу озвучил Дмитрий Азаров на заседании регионального совета по улучшению инвестиционного климата. Конечно, у нас задача за два года в 20-ку войти, это однозначно, а потом выходить уже на лидирующие позиции. Задача не в том, чтобы в рейтинге места достигнуть разово, а в том, чтобы под каждым значением, которое оценивается, у нас была конкретная реальная работа, конкретная база для развития инвестиций. Системную работу по повышению инвестиционной привлекательности области глава региона начал с первых дней работы. Самарская область должна стать магнитом для инвесторов. От этого зависит, насколько заинтересован бизнес строить у нас новые заводы, создавать рабочие места, а значит и поддерживать экономику налоговыми отчислениями. Для того, чтобы предпринимателям было комфортнее вести свое дело, разработаны целевые модели упрощения ведения бизнеса. В частности, это касается регистрации, оформления документов, получения разрешений. Современные технологии позволяют свести все проволочки к минимуму. Укрепление позиций региона связано с позитивными изменениями по следующим показателям. Среднее время получения разрешения на строительство, которое составило 88 дней. По последнему рейтингу, когда оценка по этому показателю была, у нас срок был 172 дня. Здесь мы получили значительное улучшение в два раза. Но есть регионы, где разрешение на строительство можно получить за 60 дней. То же самое касается регистрации прав собственности. В Самарской области срок сокращен до 13 дней. Это меньше, чем в среднем по России. Но создан прецедент, когда оформление длится всего 9 дней. В общей сложности положительная динамика по 26 из 44 показателей. Но есть и минусы. В частности, увеличилось время постановки земельных участков на кадастровый учет. Кто виноват и что делать? Ответ должен быть найден в ближайшее время. И вот новости, которые обнадеживают. В Самарской области могут появиться два новых предприятия. Инвесторы представили на совете проекты. Это сырный завод и завод по производству борового оборудования. Оба предприятия могут быть построены в Тольятти. Олег Зверев, Максим Гусев. События.